И я немного покажу сегодня, какие повороты нужны, как можно их сегодня активно использовать в качестве инструментария и методик. И достаточно попытаюсь подробно рассказать, что же сегодня представляет из себя сама технологическая повестка в области научной карьеры, как это получилось непосредственно у моих команд, в каких проектах это можно добиться наимолее максимальным способом эффективно. И покажу, как это действительно сегодня работает, куда двигаться есть, какие перспективы можно использовать. Поэтому здесь мы сегодня попытаемся с вами разобраться. Итак, технология научной карьеры. Наверное, вы сегодня часто слышите, как это происходит, успешен или не успешен, путь тернист и труден. А самое главное, мы должны разобраться, как все-таки сделать за максимально сжатые сроки наиболее эффективным свой путь науки. И главное, чтобы это было с любовью, с пользой и максимально полезно в работе не только себе, но и членам команды. Когда мы разрабатывали вот этот диалог с моей коллегой-международником Натальей Стаурской, она у меня филолог, то мы очень часто думали, почему же так происходит, почему у нас такое количество студентов, магистратов, аспирантов сегодня, кто на эффективные коммуникации действительно сегодня делает ставки и добивается таких активных успехов. И мы поняли, что чем раньше этот путь начинается, то есть чем мы чаще задумываемся еще в годы студенчества и приходим уже в аспирантуру более подготовленные с активным портфолио, допустим, в качестве научных публикаций, участие в конференциях, имеем несколько статей, но может быть это совсем неэффективно. И, допустим, мы видим очень неплохой опыт взлета, да, ну и бывает и падений, когда есть аспиранты, у которых вроде бы за собой еще нет таких активных публикаций, но у него очень много таких деловых научных коммуникаций, правильных, да, где все, когда уже есть в виде текстов, начинает тоже активно работать, и это тоже очень правильный путь. И поэтому здесь мы подумали, что такие инструментарии нужно показывать сегодня. Мы уже в отрасли более 25 лет с Натальей работаем с аспирантами. И нам показалось, что это сегодня действительно в качестве наставничества можно использовать, делиться опытом, проговаривать, как это вообще работает. И поэтому мы, собственно, к этому пришли, что сами технологические операции уже сегодня абсолютно можно ставить, рекомендовать, и мы их активно используем в своей практике. И я как раз повторюсь, что это и есть те удачные компоненты, на которые стоит обратить внимание. В первую очередь это на современные компетенции молодого ученого, В это на эффективные научные коммуникации, и на третье это активность в грантах. То есть вот такие тренки, которые можно сегодня четко прорабатывать, будучи еще студентом и двигаясь в сторону уже магистратуры и аспирантуры. Поэтому встает вопрос, кто же я такой сегодня. С одной стороны, я молодой ученый, но и я же еще и сам себя продвигаю, и действительно это работает именно с точки зрения продвижения в той реальности, с которой мы сегодня сталкиваемся. Поэтому не надо ничего ожидать, надо действовать. И в этой части мы понимаем, что есть определенные компетенции уже, которым нужно учиться, владеть, обладать и активнее, как можно активнее их и использовать. Поэтому если вы посмотрите на то определение, которое у вас с левой стороны, кто такой научный продюсер, да, а с другой стороны посмотрите, а какими компетенциями он обладает, то вот та история, которая вам сегодня откликается здесь, то мы ее можем смело, активно использовать. И в рамках курса по научному самопродюсированию мы стараемся отрабатывать эти методики, и они действительно очень эффективны. И здесь четко появляется понимание, где публиковаться, да, то есть не плодить публикации, которые сегодня могут быть абсолютно мусорными, а мы сегодня видим, что у аспирантов, будучи уже на границе предзащиты, некоторые публикации, а, не соответствуют шифру научной специальности, б, не отвечают требованиям, которые предъявляет диссертационный совет, то есть не выставлены правильно вот эти маяки диссертационного совета. Потеряна скорость, потеряна время, и главное, может потеряна быть мотивация. И тогда в рамках карты этой компетенции большую роль играют вот эти самые навыки проектного продюсирования, да, проектного менеджмента, наряду как и с умением правильно выстраивать научные коммуникации, то есть в каких сообществах мне необходимо находиться, как часто, как часто видеть тот высокий уровень, ту планку высокого научного мастерства моих коллег, на которых я буду действительно равняться, и это даст мне только пользу, и причем только большую пользу. Поэтому вот здесь мы понимаем, что сегодня молодому ученому нужно этому учиться, ставить эти компетенции самостоятельно, у кого-то получается, у кого-то нет, но этому абсолютно точно навыку можно вручиться. И здесь как бы нам ни казалось, я вот не умею продвигать, да я не обладаю маркетинговыми подходами, я не знаю маркетинговыми инструментами, я не веду соцсети, это как раз не про это, да, это не про самопиар, да, который вот я такой-то, такой-то, нет, это как раз про то, как мы продвигаем свои результаты научных исследований, да, то есть вот здесь тоже такую разницу вы должны понимать. И в этом случае мы видим, что когда встает вопрос о реализации результатов научной деятельности, да, вот это как раз о том, кому интересны мои результаты научной деятельности, кто будет их в дальнейшем использовать, эти результаты научной деятельности, как привлечь инвестиции за счет результатов моей научной деятельности, да, как показать практику применения на стыке наук моих, опять же, научных достижений. То здесь встает вопрос о том, где, собственно, можно проявлять, предлагать и будет спрос на ваши научные достижения. Поэтому здесь мы говорим, что это должны быть правильные публикации, какие правильные мы покажем, да, почему здесь большую роль играет команда, потому что заходит история про межпредметность, и вот эти межпредметные и международные связи, вот эти стыки тут тоже будут большую роль играть, поэтому мы делимся нетворкингом и вот этими подходами, к кому вам дальше нужно, куда вам дальше нужно двигаться, в какую сторону вы зайдете, чтобы это уже был не результат научной деятельности, только в виде опубликованной научной статьи, но еще и тех проектных групп, которые дальше вас выводят уже на инвесторов, да. И третье, это, наверное, еще и история про мотивацию, как получить грант, как заработать на том, что это дополнительное финансирование будет мне полезно для того, чтобы я получил стажировку, чтобы я получил дополнительное образование, да, в рамках того стыка, где мне здесь быть еще необходимо, вот, подтянуть эти компетенции, да. И поэтому третье, это, конечно, немаловажный фактор, это мотивация, то есть, как бы мы ее ни называли еще, но это тоже очень такой серьезный параметр для работы в рамках технологии научной карьеры. И здесь мы разбираем успешные кейсы, слово успешное можете трактовать по-разному, но мы всегда говорим, что вот этот переход из количественных показателей в качественный показатель, он, конечно, требует затрат, и затрат в том числе и временных, и финансовых, и психологически-эмоциональных, да. И у нас есть такие достаточно широкие профессиональные возможности ввести вас в те круги тех проектных групп, где вы будете интересны, да, потому что уже за 20 лет мы наработали неплохие научные связи тех профессиональных сообществ в области экономики, права, филологических наук, все, что связано с IT-компонентом, с молекулярной химией, с молекулярными даже элементами общественного питания, где используется молекулярная кухня, то есть вот это все разные истории, разные, так скажем, направления от туризма до микробиологии, да, но они дают возможность именно стать рабочими, потому что здесь опыт работы научных коммуникаций уже, ну, держится на нескольких десятках лет. Соответственно, это наши коллеги, с которыми мы уже работаем не первый год, и мы передаем своих уже здесь в данном случае учеников в качестве следующего этапа как наставников, и мы понимаем, что это уже рабочий элемент, рабочий специалист, который будет дальше тоже в этой среде развиваться и получит, а я еще раз повторю, либо стажировку, либо дополнительное образование, и, допустим, очень приятно, что мне сегодня позвонили мои коллеги, и я рада, что они получили стажировку в Китае, мы готовили с ними мотивационное письмо и ряд главмонографий и статьи, кандидатскую диссертацию, то есть уже годы проходят, да, а мы в данном случае все считаем, что это наши выпускники тех предыдущих проектных историй. Поэтому, наверное, в первую очередь это умение быть в той среде научном мире, да, где сегодня достаточно активно ждут этих молодых ученых, да, молодые ждут молодых, не очень молодые ждут молодых, и поэтому это сообщество. Поэтому здесь мы выставляем такой пункт задач, который действительно сегодня абсолютно точно можно решить, можно решить с помощью определенных методик, которые уже сегодня отработаны нами, и, конечно, здесь первое это опубликованный вид научного результата, да, то есть как так сделать, чтобы моя статья и мой главный труд и результаты научно-исследовательской деятельности были правильно донесены, да, до круга специалистов. И здесь вы, наверное, сталкиваетесь с такой проблемой, что, может быть, не всегда научный руководитель, да, мы зачастую как раз работаем именно с такими уже группами аспирантов и магистрантов, да, где в силу занятости, в силу разных каких-то разных причин, да, сталкиваются с проблемой один на один и нуждаются, а где публиковаться, почему нельзя публиковаться в РИНС, да, или почему нам не рекомендует публиковаться в РИНС, почему у ВАК один журнал отличается от другого журнала ВАК, что такое категория, что такое квартира, как составить литературный обзор, я пишу много, а почему-то антиплагиат у меня низкий, да, то есть вот это вот все входит в те, в те круг вопросов аспирантов, магистрантов, студентов, которые сегодня у нас, собственно, вот в работе. Очень у студентов омолодились проблемы, да, так скажем, если раньше студенты были связаны еще, скажем, с частью подготовки курсового проекта с выходом на перспективную научную тему, да, то есть защищали диплом и выходили с этой темой, диссертационной темой на уже уровень магистратуры, то сейчас мы понимаем, что у студентов пункт задач расширяется за счет, где найти гранты, какие гранты мы сегодня можем использовать под себя, под свои научные интересы, где найти стажировки, очень наглядные примеры, как поменялся курс стажировок с Европы на Азию, как сегодня перспективными считаются проектные группы с китайскими коллегами, как попасть в эти журналы, не попасть в мусорные журналы или издания подделки, а самое главное, если мы туда один раз попали, да, то очень тяжело потом избежать этих репутационных ошибок, и потом, собственно, страдают аспиранты за счет того, что у них когда-то появлялась там публикация неправильная, да, и она, ну, широко так еще долго им откликается, будучи уже даже защитившимися людьми, имея степень кандидата наук. Или, допустим, кандидаты наук уже дальше не могут двигаться, потому что какое-то время назад они были замечены со своей темой диссертационного исследования, заметьте, со своей темой диссертационного исследования, замечены в не тех монографиях, которые им тоже несут репутационные риски. А у меня тут есть вопросы, я сейчас безучу... Конечно, Арсений, безусловно, да, мы сейчас будем говорить, что кандидатская степень или степень доктора наук, она сегодня играет не обязательно решающую роль, абсолютно точно здесь с вами согласна, нужно быть экспертом в области своего дела, нести очень много достаточно результатов научной деятельности, в журналы практического уровня, они так и называются, научно-практические журналы, и достаточно много сегодня у меня слушателей, кто работает именно в практике, и когда мы решаем вопрос, а нужно ли вам защищать диссертацию, да, то бывает, что приходят с явным, да, мы будем защищать диссертацию, и вдруг выясняется, что результаты их практической научной деятельности гораздо выше, чем написанные, опубликованные, уже защитившимися кандидатами наук результаты их деятельности. И тогда на чаше весов становится и теория, и практика, и мы отказываемся, или берем паузу в диссертационном совете, да, для того, чтобы не утратить эту практику, наоборот, ее дорастить, и потом встанет вопрос идти к защите, да, и тогда мы понимаем, что работа уже явно взросшена на практическом результате, и тогда здесь только дело формальности, придать вид этой работе в виде диссертационного исследования. Поэтому нет, абсолютно ученая степень или кандидата, или доктора наук не является ключевой. Здесь сегодня многие журналы, наоборот, высказывают такую позицию, где они приветствуют материалы оригинального исследования, да, и базируются на том, что это очень высокая степень работы проделана, да, и не обязательно здесь стоит фактор наличия или отсутствия кандидатской. Поэтому второй шаг, да, который это тоже очень важно сегодня использовать, и при, опять же, без категории кандидата или не кандидата наук, это регистрация, то есть нужно быть зарегистрированных вот как минимум в этих элементах, в этих системах, для чего, да, я сейчас попытаюсь тоже объяснить. Это там, где мы находимся, там нас видят, да, поэтому если нас не видят в e-лайбраре, да, опять же, кандидат доктор наук или, предположим, эксперт, руководитель группы или, может быть, даже там вплоть до директора завода определенного, да, это не мешает быть, наличие высшего образования уже свидетельствует о том, что вы можете это реализовывать. Более того, ведь очень много, вспомните фильм «Москва слезам не верит», да, Гоша, который сказал, да вот, если бы не его работы, да, как о нем отзывались его коллеги, вот тут прошу прощения за соревнования эфира, не научной терминологии, так мы должны быть обязаны своими докторскими диссертациями на этим разработкам, поэтому, что мешает нам сегодня не только публиковаться в журналах, а может быть, даже и вперед сделать патент или депонированную рукопись, да, потому что это как раз засвидетельствует о том, что наша идея уже защищена вот этим как раз самим авторским правом, да, то есть она уже имеет степень наша, да, это мое в данном случае, и я несу здесь степень ответственности именно за результаты. Две других системы, это Скопус в виде авторского ID, и последняя это Пабланс, Web of Science Core Collection, очень часто наши российские публикации там представлены в Research ID, и здесь, как бы мы сегодня не говорили о том, что наложен мораторий на зарубежные базы данных и базы цитирования, Web of Science и Скопус, но мы прекрасно помним, да, что публикуются сегодня не все, далеко не все в зарубежных журналах, это дело избранных, да, кто этот избранный, здесь мы не будем говорить о каких-то вещах, почему там одни могут, а другие нет, здесь действительно должны быть высокие результаты научно-практической деятельности, и поэтому ничего не мешает оставаться в нише публикаций российского и зарубежного уровня нашим коллегам, практикам, это и в области здравоохранения, и педагогики наша работа очень всегда высоко ценились в зарубежной практике, в зарубежных журналах, и это сегодня IT-элементы, и это, конечно, объекты, связанные с вопросами интеллектуальной собственности, IP-юристы, это вопросы, связанные с разработкой искусственного интеллекта, да, то есть вот эти вот все вещи, конечно, они сегодня продолжают иметь место и в российских и зарубежных журналах, поэтому здесь абсолютно точно эти инструменты работают, и мы разбираемся, как в эти журналы попасть, не ради того, чтобы как попасть, а именно, чтобы эти разработки дошли до международного уровня. Поэтому третий шаг — это элементы работы, прежде всего, вот уже как раз как экспертной позиции, да, это и посещение конференции, это различные форматы спикерства, модерация, введение и организация круглых столов, использование элементов разных, вот групповой динамики, да, то есть совместная работа. Поэтому здесь эти проекты сегодня активно используются, работа с разными курсами, например, любые сетевые проекты, и работа над формированием проектной группы, и вот это само отношение, мы сделали большое дело, да, давайте теперь напишем статью, да, и то есть вот это соавторство из молодых ученых, из молодых специалистов, оно очень сегодня даже приветствуется, и поэтому такое совмещение всегда я приветствую, да, когда кандидат наук использует практику практического, да, уровня, и описывает ее, помогает этому практику ее дорастить, да, до научного понимания, до научной терминологии, и очень хорошие результаты появляются, потому что это приходит и новая терминология, и есть такой спор живой, и тогда статьи такие живые, редакторы очень воодушевленные, то есть когда мы переписываемся с издательством, мы понимаем, что есть положительная динамика, нам редактор, говорят, о, действительно серьезные работы, потому что, да, потому что там есть что, именно в области практики есть что уже интересное, и тогда цепляет и читателей. Поэтому мы стараемся оптимизировать функционал, говорим о том, что все-таки это проект, к написанию статьи или к написанию грантовой заявки нужно подходить творчески, креативно, с командой, не в одиночку, да, поэтому тогда вот эти ожидания, они более реалистичны и срабатывают. В этой части у нас достаточно неплохо уже отработаны модули, да, где мы действительно несем ответственность за подготовку. В первую очередь это готовим статью по модулю написания ревью, да, то есть вот это самый такой тяжелый элемент, он требует очень такой достаточно широкой проработки, начитанности, да, и здесь мы тоже понимаем, что чтобы написать что-то достаточно в объеме еще и приличном, да, нужно достаточно неплохо понимать, что такое ревью. Ревью – это обзор, да, ну, если хотите, литературный обзор, то есть как минимум нам нужно понимать, кто работал в этой уже теме, как долго работали в этой теме, кто эти люди, кто работает в этой теме. Очень часто молодые ученые удивляются, наверное, да, в виде инсайта и открытия для них становится, да, ой, мы выяснили, что наши коллеги в Швеции, да, вот, допустим, занимаются неплохо вот этой темой, но у них там вот такой-то подход, допустим, особенно это вот у химиков. Кто-то говорит наоборот в области особенно спортивного менеджмента, что такие-то технологии использовались, да, в Китае, но сегодня они еще как можно активнее продолжают использоваться, а у нас, к сожалению, были утрачены, да, там, в каком-то периоде, особенно это вот и педагоги также отмечают, и они для себя понимают, что эта тема сегодня развивается в том же Китае, но уже с другой, допустим, методологической основой, да, и это стоит дальше исследовать, выходить на новый уровень терминологического анализа и привносить новые элементы. И вот этот литературный обзор, ревью, да, он самый сложный, и если он будет подготовлен эффективно, правильно, то здесь, конечно, от этого многое, дальнейшее зависит, вот, элемент продвижения вашей работы, потому что вы тогда с этим материалом уверенно выходите на те же конференции, на форумы, не боитесь выступать с этой точкой зрения, почему? Потому что у вас есть фундамент, да, то есть вы уже много начитались на этой теме, вы понимаете, как вести дискуссию, да, если она возникает, она обязательно возникнет в научных кругах, вы понимаете, как дальше двигаться с этой темой, потому что вам рекомендуют или там в виде замечаний, критики, в виде дружеской, следующей, это нормальное, да, то есть атмосферное явление, да, как мы его называем, это нормальная научная атмосфера, и ее не нужно бояться, к ней нужно, наоборот, смело идти. Если вам не высказывают замечания, да, мы еще учим это на уровне рефератов, да, школьников, мы говорим, то ваша тема, значит, ну, простите, вот не вызвала интереса, и тогда, ну, ну что, да, и наоборот, когда тема понятна, что она лежит на поверхности дискуссии, она вызывает много побоев таких, да, в кавычках, и тогда вот эти побои кто-то может достойно вынести и идет дальше, кто-то тяжело выходит из этого состояния, и третий вариант, это дальше идет, но бывает, что эти фазы, наоборот, ставят следующий этап, и аспирант или там магистрант разворачивается, и идет достаточно в правильном уже русле, уверенно, потому что он уже был в этих ошибках. Поэтому точно делаем статьи, точно их продвигаем через вот эти тернистые пути, а слово маркетинг здесь звучит вроде как красиво экономический маркетинг публикации, да, оказывается, это вот как раз, чтобы тебя еще надо вовремя побили за эту твою публикацию, да. Конечно, мы понимаем, что здесь вырабатывается определенная стратегия, я как раз говорила, о нетворкинге, да, то есть с кем завести вот эти научные коммуникации, почему они вам необходимы, это тоже достаточно подробно можно отработать, и обязательно у вас есть спектр обязательных конференций и посещений, спектр конференций и выступлений, да, онлайн или вживую, оффлайн, и обязательно самостоятельная организация, да, поэтому вот этот самостоятельный путь мы тоже в качестве наставника проходим этот путь с нашим уже участником проекта. Конечно, мы говорим о том, что есть цитируемость, она очень важна, особенно при объеме грантовой поддержки, то есть мало того, что мы пишем грант вместе, подаем эту заявку вместе, мы понимаем, что еще и вот этот объем цитируемость, мои цитирования, да, они на меня влияют напрямую, да, потому что это мои репутационные показатели, и я здесь всегда говорю, что ваша фамилия, ту, куда вы ставите в гранте, в публикации, в конференции, да, в тезисах, в конце концов, да, это все уже ваша зона ответственности, и поэтому, если вы хотите слукавить здесь, да, то оно потом достаточно плохо смывается, убирается, и уже никакая лазерная часть ее не поможет, да, как в косметологии используется. И тогда, конечно, последний, да, допустим, инструмент, который он активно применяется, то есть мы знакомим, вводим в профессиональные сообщества, через неформальные контакты. Очень приятно, что у меня уже сегодня их достаточно много, и это уже, например, новые учебные издания появляются, как ученики следующих поколений, да, они как раз ложатся на то, что это через неформальные и личные контакты это происходит. Ну, и есть, конечно же, инструменты формального уровня, потому что признаками экспертности являются достаточно высокие наборы этих критериев. Это может быть и тот же индекс Хирша, да, и доля цитирований, доля публикации в международных изданиях, и доля публикации в АК, ну, то есть зависимость от категории. Так, и еще формируется, да, конечно, автореферат, да, но, понимаете, автореферат-диссертация – это более такой, наверное, уже укрупненный вариант начала. Конечно, я знаю, работа – это самый лучший путь, когда вы взяли хорошую тему, хорошую, правильную, эффективную на уровне курсового, дипломного, и дальше вышли уже с авторефератом, в замере как минимум пяти лет, да, потому что хорошая диссертация – это минимум такой задел в годах. Ну, не просто, если просто лежит она у вас, но, конечно же, отрабатывается, изучается. Вот, поэтому, конечно, в первую очередь исследовательский навык – это и динамика работы над своим исследованием. И поэтому вот эти все вещи, которые здесь, ну, в качестве примеров я привела, да, это действительно те инструменты, которыми сегодня можно работать. Набор инструментов абсолютно адекватный, потому что мы в данном случае уже с практикой видим, что в какой-то степени у кого-то востребованность больше лежит в этой части, у кого-то меньше. Например, если уже кандидаты на ОК, они больше переходят на грантовую историю. Если это студенты, они берут другие гранты, да, они не берут исследовательские. Если это подготовка к аспирантуре или, допустим, постдок в Китай, да, то здесь в большей степени мотивационное письмо играет роль и так далее. Поэтому вот такие программы из этого состоит. Мы ее очень часто форматируем под тот сегмент слушателей, которые приходят в проектную группу. И уже смотрим, как это выглядит в части практики. Ну, немного о нас, как об авторах, да. Еще раз представлюсь, меня зовут Елена Тесса. Я уже более 25 лет в отрасли, работая со студентами, магистрантами, аспирантами. В своей практике на уровне кандидата на ОК уже была в части работы в достаточно таких разных структурных элементах. Я работала в вузах в основном, российских, зарубежных. По базам образования я библиограф, чем очень горжусь, потому что этот навык работы с базами данных, с базами цитирования мне очень сильно помогает. И специализацию я никогда не меняла свою. Я именно занимаюсь библиографоведением, да. Поэтому здесь для меня вторичные элементы становятся важным компонентом. Тем более с использованием объектов искусственного интеллекта это сегодня наращивается. Поэтому я продолжаю заниматься наукометрией, заниматься тем, что это привносит практику работы со студентами, магистрантами, аспирантами. Потому что это, как правило, такой хороший тонус их поддерживать и приглядывать еще за ними в уровне студенчества и взращивать их уже до кандидатов наук, а некоторых уже и докторов наук. Практика работы с рейтингами мне позволила как раз работать в части зарубежных компонентов. Поэтому здесь очень большую роль играет тот вопрос, который мне задавал Арсений, да. Всегда ли это кандидаты наук? Нет, не всегда, да. И я здесь точно могу сказать, потому что здесь еще и большую роль играет сам экспертность. Сама экспертность. Поэтому то базовое, с чего, ну, что называется, тот опыт. Здорово! Я тоже была директором библиотеки. Так что мы с вами действительно из одной среды. И сейчас я в большей степени, наверное, меня интересует, откликается история модерации научных проектов. Поэтому я с удовольствием берусь за проектные истории. И здесь можно достаточно неплохо в этой нише сегодня использовать этот опыт и, конечно же, развиваться. И представлю мою коллегу. Мы с ней работаем на курсе вместе. Наталья Стаурская. Если я библиограф, то она филолог. Она лингвист. Она в большей степени по германской филологии специализируется. Это, соответственно, опыт работы уже в международной практике. Это не международные компании. Это научные проекты международные. Поэтому здесь мы тоже уже достаточно много с ней сотрудничаем. Курс наполняется за счет того, что это много достаточно уже сегодня наработано личных, подчеркну, связей научных. И мы легко своих выпускников передаем в эту сферу для того, чтобы эти проектные истории начинали работать как коммерчески интересные проекты. У меня сегодня все. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. С удовольствием еще раз выскажу слова, пожелания нашим коллегам, кто в записи будет смотреть или кто сегодня в эфире. Нужно научному продюсированию учиться, работать с этим. Это достаточно интересные форматы сегодня, которые много могут вам дать как внешние коммуникации, внешние, дальше научные коммуникации. И это обрастает потом просто новыми историями, новыми проектными решениями, которых не стоит бояться, а наоборот, к ним двигаться. Поэтому приглашаю не только дальше с нами работать, к сотрудничеству, к диалогу. Пишите, можете обращаться к нам лично, не курсов, да, то есть с точки зрения каких-то вопросов. Это тоже очень часто бывает. И мы начинаем дальше думать, как с этим работать, потому что мы сегодня достаточно активны, мобильны и можем найти разумные совместные решения. Еще раз большое спасибо компании, кто меня сегодня пригласил поработать с вами. И надеюсь, что это только начало того большого и интересного, что ждет нас впереди. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.